Татьяна День Накануне Дня студента в Кстовском нефтяном техникуме при спонсорской поддержке компании «Связист» состоялась игра «Что, где, когда». В интеллектуальные схватки сошлись студенты техникума и учащиеся 10-х и 11-х классов шести кстовских школ. В спортивном формате игра прошла впервые. Это позволило участвовать в играх большему количеству команд. На приглашение к участию откликнулись большинство кстовских школ, что порадовало организаторов интеллектуальной игры. Сегодня проводим интеллектуальную игру и будем состязаться в мудрости и в смекалке. Я очень рада, что у нас спонсор есть в нашем программе. Замечательная компания «Ордсвязист». Я поздравляю вас с завтрашним праздником. Передаю слово всем секретным директорам. Передаю слово всем секретным директорам. Передаю слово всем секретным директорам. Первое место заняли учащиеся школы номер 3. Второе место учащиеся школы номер 8. А третье место заняла команда студентов Кстовского нефтяного техникума. Всем победителям были вручены подарки от компании «Связист». Ну, да, конечно, эмоции зашкаливают. Ну, не ожидали то, что победим. Все неожиданно очень. Да, неожиданно. Да, мы надеялись на то. Но оказались сильнее. Да, оказались сильнее. Победили. Достаточно с большим отрывом. Вот. 16 баллов. Успех. Готовились сплоченно. Сидели целыми вечерами. Да, целыми вечерами за книгами. Ну, вообще, скажем... Просто у нас есть ребята разнопрофильные, каждый углубленный в своей какой-то теме. Поэтому то есть мы другому помогали, поэтому... Вот. У нас так получилось все хорошо. В техникуме приурочено к такой прекрасной дате, как Татьялин день. Это же день студента. То есть, ну, студенты. Кто такие студенты? Это веселые, позитивные люди. Вот. Сегодня вот вижу много молодых, как бы, лиц, умных людей. То есть наш цвет нации практически будущий. Вот. Причем участвуют школы. То есть это потенциальные студенты. Люди, которые буквально на следующий год будут отмечать этот праздник как профессиональный уже. Ну, и вообще очень радостно видеть современную молодежь, участвующую в интеллектуальных играх. И гордость даже прям берет за наше прорастающее поколение. Подключить цифровое телевидение и получить телевизор в подарок. Если вы думаете, что такого не бывает, то сильно ошибаетесь. Неожиданно, скажете вы. Именно таким неожиданным событием стало вручение ЖК-телевизора от компании «Связист» для Лединой Галины Германовны, которая стала тысячным абонентом, подключившим услугу «Цифровое телевидение». Цифровое телевидение становится все более популярной услугой в городе Кстово и Кстовском районе. Более ста каналов различной тематики, каналы высокой четкости – это удовольствие, в котором невозможно себе отказать. Тем более, что цена на цифровое телевидение сейчас более доступна. Сегодня мы поздравляем нашего тысячного абонента по цифровому телевидению Ледину Галину Германовну и дарим цифровой телевизор. Ой, вы знаете, никогда не ожидала, никогда ничего не получала. И так было приятно, так неожиданно, когда позвонили, сказали, что я тысячный, да? С компанией «Связист» все мечты сбываются. Галина Германовна, благодарим вас за выбор нашей компании в качестве оператора связи. Надеемся, что наши услуги будут радовать вас и ваших близких. Услуга компании «Связист» я пользуюсь давно. У нас подключен телефон, интернет. И вот решили подключить третью услугу – цифровое телевидение. Мы приглашаем жителей города Кстова, поселка Ждановский, деревня Афонина, села Станшолокша подключить качественные и современные услуги связи на выгодных условиях. Что такое цифровое телевидение и в чем его преимущество по сравнению с аналоговым ТВ? Экспертным мнением поделилась заместитель генерального директора по развитию компании «Связист» Наталья Терентьева. Для компании «Связист» 2014 год начался с приятного события. Мы подключили тысячного абонента по услуге цифрового кабельного телевидения. Что же стоит за этой сухой цифрой статистики? Сам проект цифрового телевидения мы реализовали еще в 2011 году. Этому предшествовала большая работа всех подразделений компании. Тогда встал вопрос увеличения числа каналов в пакете аналогового телевидения. И было два решения. Или мы модернизируем аналоговое головное оборудование, или переходим на цифру. В итоге предпочтение отдали второму варианту, поскольку именно цифровое оборудование позволило сделать существенный шаг вперед не только в увеличении числа каналов, доступных нашим зрителям, но и предложить услугу совершенно иного качества, в том числе каналы в формате HD. Одновременно мы развернули дополнительный антенный пост, состоящий из девяти антенн, принимающих сигналы с различных спутников. Достроили оптическую сеть до каждого дома, чтобы исключить потери при доставке сигнала от нашего головного оборудования до телевизионных приемников наших абонентов. Заключили договоры с вещателями телеканалов в формате HD. И здесь надо сказать, что подбор контента нашего цифрового пакета проводился очень тщательно. В пакете сейчас только самые интересные и дорогие каналы. Все каналы рейтинговые, топовые, как мы говорим. И вот осенью 2011 года все было готово, и мы начали продажи. Наш кастовский зритель оказался весьма разборчив. Нам понадобилось два года, чтобы рассказать через средства массовой информации, познакомиться, так сказать, дать попробовать на вкус нашу новую услугу. И вот представьте, сейчас уже тысяча семей нашего города и района смотрят цифровое телевидение. Чем же отличается цифровое телевидение от обычного аналогового? Вообще, описывает на словах качество довольно трудная задача, поскольку это категория субъективного восприятия отдельного человека. Колоссальную разницу между традиционным телевидением и цифрой отмечают сразу же. Это яркая картинка в первую очередь, четкие изображения, контуры людей и объектов. И особенно это заметно любителям спортивных трансляций. Например, любители футбола могут очень хорошо рассмотреть даже лица игроков. Если мы смотрим сериалы или фильмы, то за счет качества картинки достигается эффект погружения в события. Поскольку мы видим мимику актеров, выражение глаз, все, вплоть до морщинок. Говоря одним словом, цифровое телевидение – это иное качество смотрения, иное качество жизни. Если вы задумались о подключении цифрового телевидения, то сейчас делать это выгоднее всего. Цифровое телевидение за 179 рублей в месяц, скидка 20% на цифровые приставки, канал «Наш Футбол» в подарок на 2 месяца. Очень удобно подключить сразу две услуги – интернет плюс цифровое телевидение – всего за 249 рублей в месяц. Торопитесь, предложение действует до 16 февраля 2014 года. Оформить заявку и получить консультацию вы можете по телефону 7-77-11. Компания «Связист» предлагает вашему вниманию информацию для абонентов юридических лиц. В период с 3 февраля по 28 февраля 2014 года для вас будет действовать акция, направленная на сокращение расходов при подключении услуг. Только в феврале вы можете подключить интернет всего за 150 рублей. Самые выгодные безлимитные тарифные планы интернет – от недорогих до высокоскоростных. Подробная информация по телефону 7-77-99, 7-77-44 или на сайте www.svdifistel.ru. Компания «Связист» – ваш оператор связи. Знакомьтесь, наши новые абоненты. На этом наша программа подошла к концу. С вами была Светлана Тинькова. Удачи вам и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова